Дворец культуры Арктика намерен возродить в регионе духовой оркестр. Он существовал в окружной столице с начала 60-х годов. Со временем коллектив распался. Первый шаг на пути к возрождению духового оркестра помогла сделать компания «Башнефтьполюс», которая входит в группу компании ПАО «НК Роснефть». В рамках сотрудничества с администрацией округа был приобретен комплект духовых инструментов. Одними из первых их увидела наша съемочная группа. Флейта представитель деревянных духовых инструментов, но во всех классических духовых оркестрах она представлена. Флейта и инструменты, приобретенные на средства компании «Башнефтьполюс», бережно хранятся в специальных кофрах. Многие из них еще не успели даже распаковать. Общее количество – 24 единицы. Кроме того, все необходимые к ним аксессуары. Здесь инструменты разного уровня. Есть начальные этапы обучения, есть полупрофессиональные инструменты. Это комплект для исполнения наиболее популярного репертуара для духового оркестра. То есть это танцевальная музыка, так называемые танцы поддуховых были популярны в свое время. Это эстрадная музыка и это, безусловно, маршевая музыка, музыка военных оркестров, так называемых. Вот для этих целей он был приобретен. По словам руководства Дворца культуры, в наше время наличие духового оркестра в небольшом регионе – это уникально. И для того, чтобы оркестр начал действовать и развиваться, необходим профессиональный руководитель. На сегодняшний день у нас ведется работа по поиску специалиста духовника, который бы мог приехать и набрать, создать тот коллектив, который бы у нас работал и принимал участие во всех наших мероприятиях. В частности, это День Победы, и 1 мая, и все День округа, День нефтяника. Предварительная договоренность есть с молодым специалистом из Москвы. Он должен приехать в конце лета. Обучать желающих играть на инструментах он будет прямо на базе Дворца культуры. Поэтому уже осенью начнут набирать музыкантов в оркестр, который, как планирует руководство Дворца культуры, сможет выступить в День Победы в следующем году. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова